Благословляется, освящается, облицкий, благодать, депрессия, трага твоего духа. Евпатий Калаврат, рязанский боярин, воеводы и русский богатырь, он совершил подвиг во время нашествия Баты со своим отрядом. И в одиночку он нанес противнику серьезный урон, но в конце концов погиб. Батый, потрясенный смелостью, мужеством и воинским искусством, Евпатий отдал его тело уцелевшим рязанским воинам и в знак уважения к их мужеству повелел их отпустить. Здесь, в деревне Фролово, которая считается родиной Евпатия Калаврата, установлен памятник в его честь и построена часовня. Память о нем будет увековечена на ледоколе, строительство которого началось в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года. Сегодня наша задача провести автопробег, отправить экспедицию на завод, инсугостроительный завод, где этот барельеф будет передан и в конечном счете размещен на корабле. Автопробег с барельефом прошел по памятным местам Фролово и Сады Старая Рязань. Инициатор проведения – фонд Евпатии Калаврат. Он увековечивает память о погибших воинах в планах фонда благоустройства Парка Победа и апеллиска павшим воинам. Фондом, как мне известно, есть планы туристического маршрута в плане установки деревни, подобия деревни Евпатии Калаврата. Переговоры сейчас ведутся и очень хотелось бы, чтобы у нас все получилось, чтобы маршрут туристический, соответственно, и дороги будут к нему проводиться, и инфраструктура. Следующая остановка – деревня Рязы, где фондом Евпатии Калавраты был установлен памятник героям Великой Отечественной войны и мемориальная доска Владимиру Пескунову, погибшему в Афгане в сентябре 1985 года. Во время горного боя в горном кишлаке колонна попала в засаду. Владимир Пескунов на БВ-машине пехоты прорвал колонну и столкнул в пропасть заблокированные машины, тем самым дал возможность выйти нашим солдатам из окружения. Фонд планирует установить памятник Прокопию Липунову в усадах. Что же касается барельефа с изображения Евпатии Калавраты, то его доставят на судоремонтный завод в Санкт-Петербург.